Диана Усорова два года работает в приемном отделении кардиологической больницы. Ежедневно она сталкивается с десятками пациентов с разными диагнозами. Ее задача – оценить состояние больного и оказать первую помощь. По словам Дианы, самое лучшее, что может быть в ее профессии – это то, когда пациент, который еще несколько дней назад лежал в реанимации, выписывается из больницы здоровым. С детства я у меня все это хотела – оказывать помощь, помогать людям постоянно. И вот к этому и привела меня профессия. А в целом эта работа приносит удовольствие, потому что ты людям помогаешь. И когда уже пациент поступает тяжелым состоянием, и когда уже он выписывается, он уходит как бы своими ногами, и ты уже, получается, от него как бы видишь, как он радостно уходит, благодарить тебя. И от этого хочется работать, помогать людям. Здоровье – главное богатство каждого человека, а люди – главное богатство каждой страны. Грамотная и доступная медицинская помощь – необходимый элемент, из которого складывается здоровье нации. В настоящее время в системе здравоохранения ведется работа в рамках 12-летней программы устойчивого развития «Здоровый человек. Процветающая страна». Она включает в себя предоставление качественных медицинских услуг. В прошлом году в сфере здравоохранения было выделено 34 миллиарда сомов, а для текущего года предусмотрены более 37 миллиардов. Здоровье нации – приоритетная задача государства. Также это важно для социально-экономического развития нашей страны. А здравоохранение – одна из основных социальных сфер. Мы прекрасно понимаем, что возможности в этом направлении безграничны. Сегодня мы сталкиваемся со множеством вызовов и возможностей. Медицина постоянно развивается. Новые технологии и методы диагностики позволяют нам эффективно оказывать помощь пациентам с различными заболеваниями. Центр семейных врачей номер 10 Свердловского района Бишкека обслуживает более 100 тысяч человек. Многие из них проживают на съемных квартирах, из-за чего возникают некоторые трудности. К примеру, врач не всегда может отследить динамику лечения и вовремя сделать корректировки. Поэтому важно, чтобы пациенты сами также несли ответственность за свое здоровье и не откладывали визит в медучреждение в долгий ящик. Наш Центр семейной медицины оказывает медпомощь более 100 тысячам граждан. Это, в частности, жители 14 новостроек. В большинстве случаев к нам обращаются пациенты, которые снимают там жилье. И часто бывает так, что они переезжают и лечи не прерываются. Поэтому хочу попросить граждан, особенно у которых есть малыши, относиться к своему здоровью и здоровью своих детей ответственнее. После пандемии сектору здравоохранения уделяют особое внимание, приобретается необходимое медицинское оборудование и повышается заработная плата врачей. В настоящее время за счет средств республиканского бюджета и международных организаций реализуется инициатива по доставке техники в отдаленные районы и строительству новых больниц. На сегодняшний день в стране насчитывается около 200 фармацевтических компаний и более трех тысяч аптек. Систематизировать рынок лекарственных средств – это главная задача государственного предприятия «Каргазформация», которое было учреждено еще в марте. Но финансирование по ряду причин затягивалось, на что обратил внимание президент Садыр Джапаров. «Я бы еще с пониманием отнесся, если бы не было денег в казне. Но ведь есть свободные средства, и тем более мы изначально планировали выделить их этому госпредприятию. Почему вы ставите палки в колеса и не даете им нормально начать работу? Они заключили контракт лишь с семью с заводами-изготовителями лекарств и покрыли потребность лишь на 10%, хотя задача стоит в 100%. Но при этом уже экономия составляет 115 миллионов сомов. Разве это плохо? Мы хотим полностью поменять подход по обеспечению государственных лечебных учреждений, населения лекарствами по наиболее доступной цене. Ожидаем снижение стоимости медицинских препаратов за счет осуществления прямых поставок от заводов-изготовителей, но вы своими действиями тормозите этот процесс. Вам дается недельный срок, чтобы в срочном порядке выделить миллиард сомов госпредприятию. Такие меры являются частью системных реформ в сфере здравоохранения. Теперь все лекарства и сопутствующие медицинское оборудование будут закупаться напрямую у производителей, а значит отпускные цены станут значительно ниже. Местные отечественные производители напрямую работать и организации здравоохранения могут методом прямого источника у них закупать. Также к нам поступает их предложение, то есть если есть потребность, то мы будем, конечно, в первую очередь наших производителей тоже предлагать организациям здравоохранения. Пока объем и ассортимент небольшой. Решением проблемы нехватки лекарственных препаратов может стать строительство фармацевтического завода. Его планируется построить в Бишкеке. Там будет производиться инсулин и другие жизненно необходимые препараты. Таким образом, Кыргызстан сможет полностью покрыть потребности больных с сахарным диабетом. В настоящее время инсулин, закупаемый в европейской фармкомпании, ежедневно используют более 29 тысяч человек. Я стою на учете, прихожу каждый месяц, и мне выдают бесплатный инсулин. Колю инсулин в 7 утра и в 10 ночи строго по времени. А если так не делать, то болят ноги, появляется вялость, и я начинаю себя плохо чувствовать. Предположительно, фармзавод будет построен в свободной экономической зоне Бишкек на 7 гектарах. Реализация проекта стоимостью в 150 миллионов долларов будет поэтапно осуществляться в течение 3-4 лет. На сегодняшний день мы хотим полностью предотвратить нехватку инсулина и антибиотика в стране. Также некоторые больные раком нуждаются в препаратах, поэтому мы планируем производить лекарства и от онкологических заболеваний. Одна из наиболее частых жалоб пациентов – огромные очереди в больницах, в которых приходится простаивать часами. А между тем, из-за нехватки специалистов некоторых профилей, медики работают, невзирая на усталость и давно закончившиеся смены. Например, переработка врачей Национального Центра охраны материнства и детства составляет порядка 150%. Но как бы ни было трудно, врачи безотказно принимают всех, кто обращается к ним за помощью. Дело в том, что, к примеру, когда мы заканчивали мединститут, медакадемию, был выпуск 350-400 врачей-педиатров только в год. Это отдельно, чем лечебники. На сегодняшний момент в связи с ранее сделанными реформами у нас количество педиатров, где-то около 50, может, чуть больше в год выпускается. Это, конечно, не хватает. Взрослые хирурги, они не могут работать с детьми. Есть особенности детского организма, есть нозологии по детству, поэтому это очень сложно. Центр охраны материнства и детства обращаются со всех регионов республики. Это единственное медучреждение в Кыргызстане, где есть детские аллергологи. Также там лечат детей со сложными хирургическими, неврологическими и другими заболеваниями. Кроме того, медики стараются использовать опыт иностранных специалистов и внедрять современные технологии. В последние годы в сфере медицины со стороны государства оказывается значительное внимание. Строятся ФАПы, отделения больниц, новые медицинские учреждения. Кроме того, проводится работа по цифровизации. Но, тем не менее, существует острая нехватка специалистов. Если верить статистическим данным, то на 10 тысяч населения в нашей республике приходится 19 врачей и 49 сотрудников среднего медицинского персонала. Если посчитать, то нетрудно догадаться, с какой огромной и колоссальной нагрузкой приходится сталкиваться медикам каждый день. Тем не менее, медицинские работники всегда готовы принять пациентов и оказать необходимую помощь, чтобы спасти жизни.